Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко, я топ-лидер компании B.O.C. И в этом видео я хочу рассказать вам о новой квартирной программе, которую предлагает наша компания любому дистрибьютору, который придет. И можно получить не только квартиру, но также и дом от компании. Итак, читаем и слушаем условия. И начнем, да, значит, новая квартирная программа. Квартирная программа у нас стартовала с 2015 года, но с 1 февраля 2018 у нас обновленная квартирная программа, в которой условия еще легче, еще лучше, и поэтому люди стали активно в нее уже вступать. Итак, что же у нас, какие же у нас условия? Ну, во-первых, хочу выделить, что, да, есть еще пару компаний, я знаю, где тоже есть такая программа, но, есть одно но, там, чтобы ты мог в нее вступить, нужно сделать огромные-огромные лидерские товарообороты. То есть ты там должен быть уже на одной из последних ступенек маркетинг-плана. Здесь же, в чем большой плюс нашей квартирной программы? Ты можешь вступить в квартирную программу уже с уровня вице-директор. Представляешь, то сделай товарооборот вице-директора, увеличь его немножечко, да, и ты уже будешь в квартирной программе. То есть, ну, в принципе, это очень легко. Кто знает, вице-директорский товарооборот нашей компании, это как менеджерский товарооборот у многих других компаний. То есть, чтобы у нас выйти на уровень вице-директора, нужно сделать всего лишь товарооборот 150 тысяч рублей. Да, и ты уже едешь в путешествие, ты уже можешь участвовать в квартирной программе, немножечко увеличив товарооборот в автомобильной программе, это большой плюс. Итак, какие условия участия? Ну, во-первых, все-таки нужно постараться сделать личный товарооборот 300 баллов. Опять же, повторюсь, 300 баллов нашей компании личный товарооборот, это как 100-150 баллов ЛТО в других компаниях, да, то есть те, кто привыкли делать какие-то товарообороты, для них вообще это не проблема. Да, и я всегда на 300 баллов в месяц беру, потому что у нас линейка продукции все время расширяется, да, сейчас добавились БАДы, очень классные, скоро будет функциональное питание, то есть много-много чего, ну, любой человек может на самом деле взять на 300 баллов себе лично, если он хочет полностью перейти на нашу продукцию, вот, поэтому это на самом деле не сложно. Минимальный базовый объем должен быть в соответствии со статусом. Что это означает, да, что такое вообще базовый объем? Базовый объем – это твой командный объем, твой личный командный объем, плюс командный объем команд твоего первого уровня, да, например, у тебя 5000 баллов командный объем, плюс под тобой там три человека, Маша, Аня, Петя, да, и у них, например, там у кого-то 4000, они уже отделившиеся от вице-директора, у кого-то там, допустим, 3000, вот ты складываешь вот эти все, суммируешь командные объемы, и у тебя должно быть, например, на уровне вице-директора, вот сейчас я перемещусь, покажу вам эту табличку, да, вот эта табличка, видите, дом уже, виднеется, квартирная программа. Вот, значит, что означает эта табличка? Смотри, если ты вышел на уровень вице-директора или же директора, то БО, твой минимальный базовый объем должен быть 15000 в месяц, да, то есть, например, у тебя 5000 баллов, и у двух твоих людей в первом уровне тоже по 5000 баллов, все, ты вступаешь в программу, то есть тебе достаточно вырастить, например, двух людей, двух вице-директоров, или у тебя лично твой командный объем 15000 баллов, пусть ты еще вице-директоров не вырастил, но у тебя у самого 15000 баллов, да, это 450 тысяч рублей товарооборот, но это немного, ребят, это очень дорогостоящая, хорошая программа, и, естественно, она для лидеров, это понятно, но такое смешное нужно сделать лидерский товарооборот, на самом деле, для лидера это вполне доступно, и также у тебя должен быть минимальный структурный объем в соответствии с этим статусом, то есть 25000 это структурный, что такое структурный объем, кто знает, напишите, пожалуйста, если, например, ты уже золотой директор, то структурный объем должен быть всего лишь в два раза больше, всего лишь, да, и так далее, и тому подобное. Смотрите, мы вступили в программу на уровне ведущей бриллиантовой директора, у нас минимальный базовый объем должен быть 40 тысяч, вот когда мы вступали, ну, он у нас был больше на самом деле, и 170 тысяч структурный товарооборот, у нас он намного был больше, поэтому мы спокойно вступили в эту программу, все, и вот все будет зависеть от вашего статуса, вы можете вступить тогда, когда вам удобно. Итак, что такое структурный оборот в нашей компании? Расскажите, пожалуйста. Кто-то не знает? Надо учить маркетинг-план, ребята. А Наташа пишет, в прошлой компании у нас уровень директора был 700 тысяч рублей, да, а здесь 150 тысяч, поэтому вот в прошлой компании вы бы вступили уже параллельно и в квартирную программу, и в автомобильную. Ну, это и все. И вы бы уже были при товарообороте 700 тысяч рублей, ну, в принципе, с апферовыми директорами. Итак, первый этап, вот смотрите, ваш ежемесячный личный оборот 300 баллов, да, вам нужно прирасти за 6 месяцев, за 6, ребят, это вообще реально, это полгода, ВО сделать больше на 10 тысяч баллов, то есть это, в принципе, за 6 месяцев, открыть, например, два вице-директора, да, в своей команде, или сами лично прирастить вы можете, да, на такой оборот. И ежемесячно у вас не должен уменьшаться структурный оборот, да, то есть если вы вице-директор, так, что такое структурный оборот, мне никто так и не ответил, это вам минус, ребят, потому что маркетинг-план надо изучать, если вы хотите вступать в квартирные программы, да, это как везде, если вы пришли работать куда-то, вы должны все знать, тогда вы будете специалистами, тогда вы получите все. Структурный оборот – это абсолютно все люди в вашей компании, да, командный оборот плюс отделившиеся ваши директора, вот это вот структурный оборот, то есть в общем ваш товарооборот весь. Ежемесячно обязательно подтверждать действующий статус, то есть падать с него нельзя, да, но вы же лидер, вы должны расти, а не падать, это все понятно. И тогда вы через полгода что делаете? Получаете свою квартиру. Ой, Ксюшенька, ты ответила, я не увидела, прости, молодец, Ксюша у нас точно получит все плюшки от компании. Итак, смотрите, вы вступили в квартирную программу, да, вам дается жилье, вот если вы вице-директор, то вам, вы можете предвести себе жилье на 1 миллион рублей. Хочу заметить, что вы можете брать жилье дешевле, дороже, это ваше дело, но компания вам будет выплачивать как за жилье за 1 миллион рублей конкретно, да. Вот нам компания будет выплачивать, мы видите на статусе ведущий бриллиантовый директор, да, вступали, жилье, которое стоит 7 миллионов рублей. Мы можем за 3 миллиона взять, но нам будут выплачивать конкретно как за жилье за 7 миллионов. Первый взнос платит, то есть оплачивает полностью все компания. Первый взнос, вот, например, если вы вице-директор будет 150 тысяч рублей, да, а если, например, вы ведущий бриллиантовый, 1 миллион, у вас должен держаться минимальный базовый объем, определенный, да, вот как по табличке, и структурный объем тоже должен у вас держаться такой, то есть падать не нужно, естественно, если вы уже лидер, вам нужно все время расти, чтобы участвовать в этой программе. Второй этап, получение платичного бонуса в течение 10 лет. Что нужно делать? За 10 лет нужно по табличке увеличивать, потом табличку вам покажу, базовый объем на минимальный фиксированный прирост. Очень маленький прирост, очень. Я удивилась, почему такой маленький прирост сделали. Он, ну, прям, не то, что он легко выполнимый, я вам сейчас покажу, вы поймете. И ежемесячно структурный оборот не менее, чем структурный оборот в последнем месяце, первого этапа программы, да, ну, то есть, опять же, не падать в структурном обороте. И вот табличка, пожалуйста, смотрите. Например, вы вице-директор, да, вам дают жилье за 1 миллион рублей. Минимальный базовый объем у вас должен быть 15 тысяч, структурный объем 25 тысяч баллов, да, в месяц. Первый износ на квартиру вам дают 150, и вы должны перерастать каждый месяц всего лишь на 100 баллов. И то, БО, то есть, это не ваш личный БО, да, командный, а также командный оборот вашей первой линии. И каждый месяц вам будет выплачивать симпатичный бонус в размере 20 тысяч рублей. И выплачиваться он будет в течение 10 лет. Представляете? Даже если вы, например, квартиру выкупили раньше, да, без процентов там, захотели так сделать, ну, такая возможность, то все равно вам компания будет выплачивать в течение 10 лет именно с процентом ипотечного кредита. Представляете? То есть, если стоимость жилья 1 миллион, то прибавьте сюда еще ипотечный кредит. Вам компания в сумме намного больше выплатит. То же самое вот я беру первый и последний, да, ведущий предприятий директора. За 7 миллионов квартира. Минимальный базовый объем, значит, ему нужно делать 40 тысяч баллов. Структурный 107 тысяч. Первый износ дают 1 миллион. Минимальный измеченный прирост всего лишь нужно 700 баллов, да, с огромной-огромной командой всего 700 баллов каждый месяц прирастать. И ипотечный бонус будет каждый месяц выплачиваться по 100 тысяч рублей. Это настолько выполнено, просто, может быть, тот, кто еще не на каком-то большом уровне, ему кажется это там нереальным. Но поверьте, когда вы этого уровня достигнете, вам это будет уже казаться просто мелочи. Мелочи. Идем дальше. Есть еще дополнительные условия определенные. Например, если квалификационные условия на получение ипотечного бонуса не выполняются, ну, например, вы там структурный объем у вас меньше стал, да, бонус просто вам не выплачивается. Вам этот бонус выплачивается лично. Это не в компанию, компания, точнее, не банку платит, не какому-то организации, да, в которой вы приобретали квартиру эту. Лично вам. То есть, в принципе, вот смотрите, есть вариант того, что вы купили сами эту квартиру, да. Раньше заплатили с каких-то других средств, да, кто не любит, например, ипотеки. А компания вам все равно будет в течение 10 лет постоянно платить. Но если вы не выполнили условия, бонус не выплачивается. Но восстановиться можно. То есть, в следующем месяце вам нужно просто БО сделать не минимальный прирост, а полтора минимальных приростов, да. У директора это не 100 баллов, а 150 баллов, например, да. Вот. И все. И вы обратно начинаете участвовать в квартирной программе и получать деньги от компании. Второе. Объемы, учитывающиеся в автопрограмме, и минимальные объемы, необходимые для квалификации дистрибьюторов, участников, вычитаются. Что это означает? Например, вы хотите параллельно участвовать в автопрограмме. Значит, вам надо выполнять условия и на автопрограмму, и также на квартирную программу. Понимаете? Ну, это и нормально, да. То есть, вы и то, и то хотите, значит, пожалуйста, выполняйте отдельные условия на автопрограмму, отдельно на квартирную. И все это будет суммироваться. Также, если, например, вот третье условие. КО участников ипотечной бонусной программы, входящие в БО высшестоящего лидера, вычитаются. Что это означает? Если, например, у вас в команде кто-то тоже вступил в программу квартирную, то его командный, только командный оборот его у вас вычитается. А структурный не вычитается. Понимаете? Также, вот смотрите, в втором пункте написано. Необходимые в квалификации дистрибьюторов вычитаются, да, минимальные объемы. То есть, если, например, человек участвует в автопрограмме, которая в вашей команде, то его объемы вычитаются из вашей квартирной программы. Это тоже надо учитывать и понять. А так, в принципе, да, все легко и просто на самом деле. Если у вас сейчас есть вопросы, вы их, пожалуйста, мне задавайте. Надеюсь, ты уже выбрал себе квартиру или дом, который подарит тебе компания. Мы, например, уже выбрали. Так вот, если тебе понравилось это видео, оно для тебя актуально, то ты поставь, пожалуйста, лайк, подпишись на мой канал и не пропусти мое следующее видео. А для этого нажми на колокольчик. Если есть какие-то вопросы, пожелания, можешь писать их в комментарии. Для тебя вещала Елена Коваленко, топ-лидер компании Биоси. Пока-пока.